Смотрите выпуски. Проверили готовность к началу учебного года. В мэрии Биробиджана прошло заседание антитеррористической комиссии. Работа по графику. Глава ЕАО Ростислав Гольштейн проверил ход ремонта 2-7 школ в селе Николаевка Смедовического района. В автономии стартовала акция «Книги Донбассу». Жители ЕАО могут помочь детям Луганской и Донецкой республик. Педагоги отлично справились. О готовности школ ЕАО к началу учебного года рассказала в эфире Авторадио начальник департамента образования. К началу нового учебного года продолжают готовиться в Биробиджане. Проводимые мероприятия рассмотрели в рамках очередного заседания антитеррористической комиссии в мэрии областного центра. Прежде всего, большое внимание уделяется подготовке к приему детей образовательных учреждений и обеспечению их безопасности. Руководителями образовательных организаций городского округа будет проведена дополнительная работа по усилению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов. В том числе, локальными актами будут закреплены по учреждению ответственные лица за обеспечение безопасности в организациях, включая ежедневный осмотр территории, подвальных помещений, труднодоступных мест, чердаков и так далее. Межведомственные комиссии, в которые входят представители администрации города, полиции, Росгвардии, МЧС и другие ведомства, проверяют все аспекты, касающиеся безопасного и комфортного пребывания детей в школах. В преддверии 1 сентября сотрудники правоохранительных органов с привлечением служебных собак проверят все образовательные учреждения на наличие опасных объектов и взрывчатых устройств. В состав комиссии принимают участие участковые полномочные полиции, которые обращают внимание на предмет обеспечения антитеррористической безопасности и технической укрепленности зданий. Кроме образовательных учреждений проверяют и другие здания, где расположатся избирательные участки в единый день голосования – 11 сентября. Особое внимание уделяется пожарной безопасности. В ходе данных проверок нарушение требований пожарной безопасности на избирательных участках не выявлено. То есть, в принципе, избирательные участки готовы к проведению выборов. Также с руководителями учреждений, на которых будет проводиться данная избирательная кампания, проведены занятия, инструктажи по пожарной безопасности. Поступившие в ходе заседания предложения рассмотрены и приняты к исполнению. О важности обезопасить детей от всякого рода угроз также говорил на недавно прошедшем заседании антитеррористической комиссии в правительстве ЕАО «Губернатор автономии». Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Подходит к концу ремонт второй и седьмой школ в селе Николаевка Смедовического района. К первому сентября все работы должны быть завершены, а образовательные учреждения – пройти все проверки и быть готовы принять детей. Ход ремонта лично оценили глава региона Ростислав Гольштейн и председатель законодательного собрания ЕАО Роман Бойко. Ранее губернатор области уже посещал эти объекты, отметив тогда низкий темп проведения ремонта. При осмотре объекта Ростислав Гольштейн обратил внимание строителей на состояние перекрытий между этажами. В свое время они пострадали от пожара, и теперь необходимо предпринять особые меры, чтобы избежать несчастного случая. Кроме того, главе района поручено просчитать и запланировать обновление туалетных комнат в школе номер 7 и всех дверей в школе номер 2. Также продолжается ремонт в школе села Волочаевка-2 в образовательном учреждении поселка Смедович ремонтируют спортивный зал. Работы проводятся в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Вячеслав Пасманик, Андрей Кирюшин, Новости 21. Еврейская автономная область присоединилась к Всероссийской благотворительной акции «Книги Донбассу». Ее совместно проводят Министерство просвещения и Всероссийская политическая партия «Единая Россия» в 85 регионах страны. Каждый желающий может передать литературу в библиотеки и школы Луганской и Донецкой республик, тем, кто сейчас в них особенно нуждается. Дети на освобожденных территориях должны получать достойное образование. Именно поэтому была организована и поддержана секретарем регионального отделения Рейслава Ферстичем эта акция. Сегодня к ней подключились не только наши активисты, не только члены партии, но подключился также бизнес. И каждый из вас может подойти, купить небольшую книгу, поставить ее. То есть это книги могут быть сказки, это могут быть учебные пособия, это может быть все что угодно. То, что будут читать дети Донбасса. Литературу можно оставить на специальных стеллажах, которые расположили в торговых центрах, кафе, МФЦ и других местах массового пребывания людей в Биробиджане. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. О готовности школ области к началу нового учебного года говорили сегодня на Авторадио. Начальник департамента образования ЕАО Наталья Соловченкова отметила, что это понятие включает в себя не только побелку-покраску, но и подготовку рабочих программ, методологического сопровождения и учебных пособий. Это важный этап в работе учителя и практически все педагоги уже на своих рабочих местах. Ну а специальные региональные и муниципальные комиссии уже успели посетить Биробиджанские районы и школы с проверками на готовность. Учителя очень креативно подходят к оформлению своих кабинетов и очень часто это отрождает современные тенденции, и причем, ну не побоюсь сказать этого, и современные тенденции в дизайне, очень приятно зайти во многие кабинеты, потому что настолько креативно действительно, настолько индивидуально, настолько как к своему педагоге подходят, ну это очень радует. Выявленные недостатки имеют незначительный характер и их устранение не вызывает затруднений. Есть определенные сложности в Смедовичском районе, где завершается капитальный ремонт трех школ, но и там рассчитывают на нормальное начало учебного года. Другие аспекты готовности школ, вопросы о необходимости капитального ремонта в третьей из них, о работе по строительству новой школы на месте снесенной десятой, Все это в полной записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Денис Листюхин. Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова